Здравствуйте, меня зовут Наталья, и я хочу поделиться впечатлениями, отзывами о совместной работе с Фёдором Васильевым. Страница была закончена вчера, впечатления свежи. Я с удовольствием расскажу, как это происходило. Начну сначала. У нас уже есть интернет-страница на российском сервере. Я живу в Испании, и она морально устарела, ей около 10 лет. И поэтому я решила сама научиться на YouTube-каналах у разных авторов, сама научиться при помощи Джомла сделать себе страницу и потом ей управлять. Среди многих лекций, многих авторов я остановилась на Фёдоре Васильеве, так как его лекции были очень хорошо структурированы и понятны, от простого к сложному. Когда я начала работать с Джомла, всё шло хорошо, но очень медленно. И поэтому мы решили, что нужна помощь. Также в теме хостинга у меня тоже не было ни малейшего понятия, как это всё делается, и нужна была помощь. Поэтому я обратилась к Фёдору, и мы начали нашу работу. Две недели назад. Что я могу сказать? Это были очень такие напряжённые две недели для меня, потому что Фёдор как разработчик, он не занимается фото, видео, текстовыми материалами. Это всё делать должен заказчик. И поэтому, если кто и тормозил, то это была я. Что хочу сказать о работе с Фёдором. Как это происходило? Фёдор предложил мне шаблоны, где-то около 15, на разные темы. Какая страница мне, как я представляю себе страницу. Я выбрала один из них, и вот по нему мы начали работать. Экран за экраном. Это было здорово. Для меня работа была 10 часов в день. Но я всегда чувствовала себя как за каменной стеной с Фёдором, потому что я знала, что это будет здорово, и всё будет правильно, и всё будет работать. Фёдор очень надёжный и честный человек. У меня никогда не было каких-то опасений, что я переведу деньги за услугу или часть денег, и страница будет сделана через месяц. Нет. Это всё было лайв, день за днём. И если Фёдор говорил, что он это сделает, то он это действительно делал, либо сейчас же, либо в этот же день, а не завтра-послезавтра. Вот, работа была, атмосфера была, работа с Фёдором была очень доброжелательной, чёткой. Фёдор искренний человек. Он, если искренне, честно и надёжно. То есть, если он говорит, что это сделает, то он это делает. Что ещё было хорошим? Вот что хочу заметить. Фёдор не вмешивается в дизайн страницы. То есть, есть шаблон, если хочешь поменять цвет на розовый или ещё на какой-то, пожалуйста. Я считаю это очень хорошим качеством, потому что, ну, клиент заказывает своё видение. Вот. Если это не гармонично или что, но клиенту нравится, то должно быть так. Вот. Что Фёдор советует? Он советует такие вещи, которые знает только информатик. Ну, например, вот иконка Яндекса. Я не знаю, как она выглядит, но когда я увижу её в интернете, у меня сразу ассоциация. Ага, это Яндекс. Также другие иконки, которые, ну, нормальный человек не помнит, но увидев, сразу понимает, о чём речь. Вот такие вот моменты. После того, как мы почти закончили, Фёдор, это было позавчера, по-моему, Фёдор провёл со мной вебинар на часа полтора, где, по скайпу, где подробно объяснял на экране, параллельно у него шла запись, как управлять джонлой, как управлять компонентом, дрифт, гридсофт. И объяснял это очень доступно, понятно, так как и в лекциях в Ютьюбе. Вот. Потом случилась маленькая такая штука, которая, наверное, случилась к моему счастью. Запись, полуторачасовая запись, начало где-то минут 20 не записалось. Вот. Поэтому Фёдор подарил мне свои платные уроки на эту тему. Я и благополучно скачала с облака, вот. Так что теперь у меня есть и запись, и уроки, и я уверена, что я всё смогу продолжать дальше. У меня есть тексты, фотографии, добавляют что-то. Вот. Что ещё? Даже немножко жалко, что это так всё уже закончилось, привыкла уже к этому ритму работы. Вот. Что хочу сказать о Фёдоре как разработчике. Он очень опытный. В плане того, что он опытный в работе с клиентами. То есть клиент не знает, как называется это, то и другое. Поэтому он даёт такие наводящие вопросы и такую свою программу, как мы работаем, экран за экраном, что ему нужно, что ты просто выполняешь, и дальше он уже сам, как ему удобно, это разрабатывает. И видит в этом опыт. То есть ему не нужно долго объяснять, что вот после этой кнопочки, вот это, вот это, вот. Он сам задаёт график, темп работы. Вот. Так что всё было здорово. Страница очень красивая. Вот она за моей спиной. Да, кстати, страница женская. Она, речь идёт о тренажёре для мышц лица. Там очень много фотографий и фотоотзывов. До, после это было очень важно. И Фёдор также порекомендовал даже одну вещь, которая не была в шаблоне. Например, движок, когда лицо двигается, очень красиво смотрится. Многие иконки и также многие компоненты в плане дизайна. Вот. Так что всё было здорово. Я хочу порекомендовать Фёдора как разработчика, как очень надёжного, честного, искреннего человека, который не создаёт стресс и который всегда выполняет своё слово. То есть с ним чувствуешь себя как за каменной стеной. То есть всё будет хорошо. Вот. Хочу пожелать Фёдору творческих успехов в будущем. Также вести свой канал с лекциями замечательными на Ютьюбе. Вот. И, наверное, ещё немного испанского солнца, яркого, жаркого в этот последний день лета в России. До свидания. Спасибо вам, Фёдор. Спасибо.